друзья привет в этом видео мы займемся изготовлением кольца шкатулки в технике филигране оно же кольцо порджа оно же кольцо секретом у кого какие ассоциации изготовление филигранного изделия начинается с подготовки проволоки гладкой и сканной отлитый брусок мы привычно прогоняем в ручьях вальцев и протягиваем до проволоки нужного диаметра а диаметр он зависит от размера и образа будущего изделия шкатулочка у нас будет очень маленькая потому как но по сути это кольцо на женский палец в котором еще важно заключить сканной узор мне даже пришлось упростить первоначальный эскиз потому что к размеру ларчика желаемого клиенткой наполнение филигранами она бы просто критически измельчилась поэтому пришлось искать компромисс для гладкой проволоки я обычно беру диаметр на одну десятую больше или пять сотых в зависимости от общих масштабов филиграни больше чем для крученной проволоки дело в том что канву рисунка создает именно гладкая проволока а скань она дополняет разыгрывает филигранный узор поэтому по итогу для глади я протянул проволоку до 0,5 миллиметров а для скани до 0,22 миллиметров я помню еще студентом меня заботил вопрос до какой степени ее нужно свивать но я вам скажу так чем плотнее свита скань тем более выразительно она смотрится обычно навевать и следует до первого разрыва это уже звоночек что достаточно диаметры проволок мы подготавливаем с учетом их дальнейшей прокатки пальцев до более уплощенного состояния то есть гладь у нас с 0,5 утончится до 0,35 а скань с 0,44 до 0,3 в общем то что и здесь ну как обычно в нашем деле все очень неоднозначно неважно иметь большой опыт работы чтобы предвидеть возможные неприятности заранее дело в том что клетка желала кольцо из 750 пробы желтого золота и на первый взгляд может показаться что это очень удобно потому что тонкие детали но высокопробном золоте очень терпимы к температурам но проблема в том что к температурам параллельно им терпим и сам припой по крайней мере справочники которые я обычно использую для работы их рецепты это марченков и новиков они не предлагают золото высокой пробы легкоплавкого и я понимаю что маленькое изделие с мелкими деталями при многократных их будет очень много паек можно просто сварить в кашу поэтому все возможные неприятности я заранее озвучил клиентке и она согласилась на 585 золото но обязательно желтое а в желтом золоте подстерегает похожие проблемы только с другой стороны дело в том что подобрать легкоплавкий припой для пятерки совсем несложно но проблема в том что параллельно легкоплавкому припою очень уязвим и сам желтый металл ну чтобы этого избежать и пришлось немножко схитрить как схитрить я скажу ближе к делу набирать сканной узор дальнейшую пайку скани единственно верным считаю на гипсе для этих целей прекрасно подходит строительный алебастер марки г-5 разводил я его на глазок до сметанообразного состояния а формой с идеальным конусом самого начала по плану послужила расколотка для кастов а и 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 выбрав наиболее подходящий кусочек и доработав его приклеиваю на титановую пластинку с ячейками через которую проденем нехромовую проволоку мы ведь понимаем что набранную скань еще важно подстраховаться и хорошенько стянуть чтобы в ходе пайки филигра не рассыпалась так и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Филигранным деталюшкам, кроме изгиба линии, еще необходимо придать изгиб по форме, в соответствии с формой гипса Плоская деталь к гипсу не приляжет, но это все понимают Прихватываю детальки, все на тот же клей BF Для скручивания скани у меня сделаны плоскогубцы, заточенные на одну сторону для самых мелких витков Но конкретно для этого изделия почувствовал, что уже крупноват Для самых миниатюрных вензелей мастера Филиграни используют специально подготовленные, заточенные для этого пинцеты Продолжение следует... Разумеется, в каждом деле есть очень много тонкостей Я мастером Филиграни никогда не был, то есть я даже скажу больше, что последний опыт работы с Филиграни у меня был еще в студенческие годы, так 17-18 лет назад Так вот, с тех пор, разумеется, всю форму я успел растерять Но благо этому заказу сопутствовала серия заказов на подвески в этой Филигранной технике Так вот, на них я успел как-то так размяться и слегка подготовиться для более ответственной работы, которой мы сейчас с вами и занимаемся Кстати, подвесочки эти вы можете увидеть на моем коротком YouTube-канале Ну, я его так называю, потому что публикую там ролики в формате шортс Ну, ценный урок, который я успел извлечь из этих заказов, это работа с клеем Считается, что БФ наименее препятствующий протеканию припоя клей Так вот, ну, я бы сказал так, что это вопрос меры И если вы наносите клей от души, как это делал я То это чревато тем, что в ходе паки, выгорая, клей оставляет за собой копоть, сажу И вот эти вот фракции золы, они не пускают припой свободно протечь меж деталек Ну, и кроме того, если клея вы нанесли от души, сгорая, у вас появляется воздушный зазор меж деталек И это тоже затрудняет пайку Ну, даже если припой у вас пробежал меж деталек, и одна деталь подтянулась к другой То, смещаясь в соседнем участке, у вас, наоборот, начинает светиться щель Ну, вот такие дела Поэтому клея наносите в меру и старайтесь подгонять одни детальки к другим максимально плотненько Субтитры сделал DimaTorzok Знаю, что филигранчики чаще всего используют посыпной припой, но я люблю нарезной И вряд ли захочу перестраиваться Вот уж кому как привычный Субтитры сделал DimaTorzok А теперь по похожему принципу мы будем готовить гипсовую формочку для крышки шкатулки Я знаю, что большинство филигранчиков не стали бы заморачиваться и набрали рисунок просто на плоскости В принципе, как и форму самого ларчика Набрали на плоскости, а потом свернули в цилиндр И да, для филигранных поделок совершенно нормально Но для эвелирного искусства уже не годится, ребята Я специально вставил деревянные стерженьки, чтобы вынуть гипсовый слепок беспрепятственно Но препятствия все-таки возникли На титановой подложке я предусмотрительно вычеркивал оси Разделяющую сферу на три равных части Чтобы не отклониться от композиции рисунка Помню, выточил этот овал как донышко для каста Ну, мало ли, без него через оправу из шкатулки что-то может вылететь А потом такой, погодите, каст же будет закрыт камнем Касты я стараюсь пропаивать, смешивая тугой припой с легким Обеспечивая таким образом неуязвимость деталей к дальнейшим прогревам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть вас не настораживает пустоты в наборе Они еще будут заполнены кастами под мелкие камни и зерни Субтитры сделал DimaTorzok Ну что до хитрости, о которой я упомянул в начале этого видео Хитрость не хитрость, но чтобы обезопасить тонкую скань От многократных прогревов я сделал сплав золота смешан в желтый металл с красным Ювелиры прекрасно знают, что красный металл он огнеупорен и удерживает многократные пайки Ну, то есть таким образом, конечно, сплав слегка окрасился в красноватый оттенок Но это намного надежнее, чем идти по лезвию бритвы, работая с желтым металлом Ну, то есть я могу даже сказать точно наперед, что скань бы не уцелела Ну и кроме прочего, этот красный оттенок, он никого пугать не должен Потому как за многочисленными пайками скань все равно бы обкрасилась в цвет желтого припоя Так что с этим все в порядке Еще кто-то может сказать, что стоило вообще паять скань отдельную, зерню отдельную, кастики отдельную А разом-то нельзя было? Ну, ребят, разом нельзя было Нет, я понимаю, что в нашем воображении хотелось бы так, но на практике работает чуть иначе Потому что скань до пайки и после пайки это слегка разные картины А зерень как раз, она и скрывает, устраняет недочеты, которые у нас возникают в ходе пайочного процесса То есть пропаянная скань сама подсказывает, как выгоднее всего раскидать зерень Ну и потом нам в композицию сканующую надо добавить мелких камней И как раз пропаянный рисунок и подскажет их будущий размер А соответственно и размер оправ под камнем Субтитры сделал DimaTorzok Что будет складывать в ларчик-обладательница мы не знаем Но шкатулка это не просто слова, это должно быть функциональное устройство А значит к емкости нам необходимо припаять донышко А крышечка должна защелкиваться А значит нам сейчас нужно вырезать и припаять два плоских диска Один из которых будет играть роль запорной планки у емкости А другой у крышечки к нему будет припаян штырек, который будет входить в эту планочку Субтитры сделал DimaTorzok Я снова вкладываю гипсовую основу для филиграни Она будет служить теплоотводом, когда мы будем припаять донышко Металлы я смешивал только для филиграни Все остальные детали делал из желтого золота И вы увидите как тонкая пластинка тает прямо на глазах Уж чего было говорить о скане Субтитры сделал DimaTorzok Пострадала ли филигрань? Да, поэтому сейчас представят работу по ее восстановлению Что-то подпилить, что-то подогнуть, что-то подгравировать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, видео получается очень продолжительным Поэтому мне его придется разделить пополам С монтажом второй части я постараюсь не затягивать Чтобы как можно быстрее продолжить работу и увидеться с вами Ну и традиционно я приглашаю всех вас на свои прочие ресурсы Такие как Дзен, где я публикую статьи о своей ранней деятельности И в принципе о ювелирном деле И также в Телеграм, где я оставляю короткие выдержки И некоторые свои наблюдения Увидимся в продолжении Счастливо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok